Кузнечное ремесло 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 Но обычная карбоновая сталь Дэну не подходит. Она слишком хрупкая. Меч может сломаться в серьёзном сражении. Вот так. Для создания идеального лезвия Дэн должен превратить эту сталь в суперметалл. Очень острый, прочный и гибкий. Начинается всё в лучших традициях древних кузнецов. После сильного разогрева лезвие оказывается в пограничном состоянии между жидкостью и металлом. Именно сейчас меч начинает обретать свою форму, но молекулы стали пока ещё связаны непрочно. Изменение цвета металла много может рассказать Дэн. На этом этапе надо постоянно следить за химией огня. Через это легко понять, что происходит со сталью. Как только сталь размягчается, Дэн берёт в руки традиционный кузнечный инструмент. Но он не просто выковывает нужную ему форму. Особое внимание он уделяет лезвию. Это очень тяжёлый физический труд и точный расчёт. Дэн сильно стучит молотком по лезвию, чтобы вбить примеси твердых металлов, которые традиционно присутствуют в обычной стале. С каждым ударом молотка частицы примесей вкручиваются в сталь, словно пуля в дуло пистолета. Благодаря этому сталь становится намного прочнее. Теперь меч сломать будет не так уж просто. Придётся приложить немалые усилия, чтобы сталь дала трещину. Однако это ещё не суперпрочный металл. Пришло время применить технологии 21 века, чтобы сделать лезвие настолько прочным, что древним кузнецам и не снилось. Снова разогрев лезвие до 1000 градусов Цельсия. Дэн резко опускает его в чан с ледяной водой. Вот что я называю шоковой терапией. Таким образом сталь закаляется. Это ледяной воды, по мнению Дэна, недостаточно. От того, насколько сильно разогреется лезвие, насколько быстро оно охладится, будет зависеть его прочность, гибкость и острота. Поэтому Дэн использует специальную морозильную установку, чтобы закрепить молекулярную структуру стали. Больше недели медь будет охлаждаться при температуре минус 180 градусов Цельсия, а потом нагреваться до 232. И так снова и снова. Пока Дэн не решит, что достаточно. Таким образом мы комбинируем классический молот, наковальню и огонь с технологиями 21 века. И получаем супер-меч. Это теперь суперсталь. Вот она, суперсталь. После украшения и закрепления фирменной рукояти Дэна в виде дракона, меч наконец-то готов. Показывай, что у тебя тут. Сегодня к Дэну пришел самый взыскательный клиент. Коллекционер Том Фриман давно мечтает заполучить собственность один из мечей Дэна. И вот осталось только выбрать жертву. Пойдем, разрубим ему что-нибудь. Конечно. Ты готов? Резкий удар сверху вниз позволяет Дэну вложить в меч свою максимальную силу. И меч словно нож масла разрезает специальный столбик. Как я уже говорил, Дэн мастер своего дела. Твоя очередь, Том. А Том пока еще только учится. Но после нескольких попыток, подчеркиваем руководством Дэна, он наконец-то в полной мере смог испытать меч из суперстала. Боже, он ужасно острый. Том доволен своим новым мечом. Надеюсь, он не будет стоить ему ноги или руки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok